здравствуйте мы начинаем очередной выпуск от приан поговорим о последних новостях из турции о платежах через криптовалюту про выставки и вебинары ну а начнем с короткой иммиграционной новости много шуму в последние дни вокруг вероятного закрытия инвестиционной программы внж в португалии премьер страны кошта неделю назад вновь объявил об этом что важно по состоянию на сегодняшний день программа работает и нет никакого юридического решения по ее закрытию как сообщают португальские сми заявки тоже обрабатываются что есть есть предложение по изменению в программе они озвучиваются и некоторые вполне себе радикальны причем они относятся и к тем кто уже имеет португальский внж например хочешь продлить золотую визу или пользуйся недвижимостью сам или сдавай ее в аренду другая свежая идея лишить инвесторов обладателей внж право на сокращенный срок пребывания в португалии сейчас он составляет от 7 дней в году безусловно все это заставляет нервничать хотя повторю пока никакой закон не принят могут закрыть программу да могут когда и в какой форме это произойдет и произойдет ли вообще давайте все-таки подождем последние новости с турецкого рынка постепенно оживающего после землетрясений цены последние пару месяцев стабильны во всяком случае того безумного роста что был прошлой осенью нет но статистика все еще переваривает бум 22 года квадратные метры в самый важный для нас провинции в анталии подорожали в лирах на сто семьдесят шесть процентов если считать к февралю получается в долларах и евро рост за год чуть больше чем в два раза но как могу судить по общению на выставках как раз сейчас разгар сезона любой разговор о турции начинается не сцена сейсмических рисков при покупке в том или ином районе а здесь добавить особо нечего популярные у иностранцев локации по-прежнему находятся на расстоянии от сейсмоопасных зон верить в это или нет личное дело каждого а контролирующие органы как это обычно и бывает сейчас более рьяно чем когда-либо выполняют свою работу строительные компании которые работают на рынке недвижимости в турции проверяются сейчас очень активно как муниципалитетом так и независимыми организациями которые называются в турции до того момента как вы получили разрешение на строительство полностью проверяется ваш проект после этого вы получаете разрешение на строительство и начинаете возводить ваш комплекс на каждом этапе обязательно я подойти независимые компании которые занимаются собственно говоря проверкой вашего проекта приходят на место строительства берут различные пробы пробы бетона также делают проверку соответствует ли бетон тому бетону который вы указали в проекте соответствует ли железо и арматуры тому качеству железо которые были указаны в вашем проекте выжидается определенное количество дней после этого делаются очередные проверки устойчивости бетона если вдруг по какой-то причине бетон не проходит проверку что независимые организации могут даже заставить вас полностью снести этаж и заливать бетон заново продолжая разговор о турции на первый план выходит и другой вопрос как на перспективах покупки недвижимости скажутся грядущие президентские выборы ведь оппоненты действующего президента сейчас предлагают действительно крутые меры вплоть до полного хоть и временного запрета на покупку недвижимости иностранцами но надо понимать что от нас потенциальных покупателей исход выборов зависит не так чтобы уж сильно поэтому кто реально боится грядущего запрета ну наверное надо спешить тем более что отнимать недвижимостью иностранцев никто не обещал так что с этой стороны бояться нечего а утверждать что будет чего не будет тем более что мы говорим о политике просто некорректно действительно разговоров о возможном запрете на покупку недвижимости иностранцам в интернете достаточно много безусловно как к этому относятся риэлторы и застройщики и например в частности наша компания мы относимся к этому достаточно спокойно потому что практически каждый год интернет наполняют различные слухи я неоднократно приводила пример как два месяца ноябрь и декабрь прошлого года я всячески успокаивала своих клиентов и чужих клиентов которые ждали что вот 1 января 2023 года произойдет приравнивание катастрофы стоимости и рыночной стоимости и затраты на управление недвижимости возрастут в несколько раз ничего подобного не произошло я предпочитаю и также как большинство моих коллег я имею ввиду сейчас крупнейшее агентство по недвижимости в турции мы предпочитаем ориентироваться уже на достоверную информацию которая публикуется в виде официальных законов которая принимается на государственном уровне и уже исходя из этой информации давать какие-то комментарии следующая тема криптовалюты все больше иностранных компаний предлагают сегодня оплату недвижимости именно через них одновременно обычные денежные переводы становятся все труднее российские банки попадают под санкции банки корреспонденты перестают сотрудничать пока еще свифт переводы проходят но блокчейн реально становится альтернативой на прошлой неделе на выставке empires мы провели семинар посвященный таким платежам вот несколько важных тезисов полезных тем кто вообще о крипто платежах не задумывался для начала а имеют ли такие сделки законную силу важно разграничивать термины перевода и расчеты в криптовалюте совершая транзакции необходимо помнить о законодательстве страны резидентами которой мы являемся примеру в россии криптовалюта не может быть использована резидентами в качестве средства платежа для оплаты товаров работы или услуг из опубликованных центробанком стратегии развития финансового рынка следует что единственным платежным средством в россии остается российский рубль и так покупка и продажа недвижимости за криптовалюту внутри россии является нарушением законодательства но если такая оплата за рубежом в конкретной стране не запрещена тем более если покупаешь в стране дружественный и потому претензий к тебе по этому поводу вроде тоже быть не должно государства где покупка недвижимости за криптовалюту не является нарушением сделка проходит абсолютно законно и безопасно она проводится по законодательству той страны где расположена недвижимость официальная покупка недвижимости за криптовалюту возможно таких странах как арабские эмираты кипр германия индонезия и многие другие обычно при таких сделках покупку оплачивают с помощью перевода с криптовалютного кошелька покупателя на такой же кошелек продавца а право собственности регистрирует нотариус на основе подтверждения перевода участники сделки платят налоги также как при обычной банковской операции в некоторых странах например воэ можно приобретать недвижимость с использованием цифровых валют через уполномоченное агентство рост подобных сделок наблюдается по всему миру все большее количество стран внедряют возможность оплаты недвижимости за криптовалюту как я уже сказал криптовалюты тема для нас новая думаю для большинства слушателей тоже будем раскрывать ее с экспертами поэтому присылайте свои вопросы электронная почта на экране и в описании к сюжету и в заключении пара анонсов во-первых 7 и 8 апреля мы встретимся в москве на тишинке выставка property show там посетители смогут получить бесплатно наш весенний гид на жительство а 13 апреля мы будем говорить о бюджетной недвижимости в объединенных арабских эмиратах есть оказывается и такая относительно небольшие цены это 200 или 150 тысяч долларов а то и меньше таких предложений не так чтобы много но подбирать дорогую недвижимость надо не чуть не менее тщательно чем ультра дорогую удачные и неудачные локации нюансы отделки и состояние жилья а также конечно возможность рассчитывать на доход вот что мы обсудим следующий четверг 13 апреля с экспертами компании just prime homes но следующий выпуск новостей от прям смотрите как всегда через неделю пока же ставьте лайки подписывайтесь на наши обновления и до скорой встречи всем мира и безопасности